Здравствуйте, уважаемые зрители Улл Правда ТВ. В эфире программа «Кухня» и я ее ведущая Виктория Черкова. Все любят вкусно и сытно поесть, особенно в холодное время года. В Италии предпочитают рвиоли, в Китае димсамы, а в России пельмени. Сегодня героями нашей программы будут их собратья – сочные грузинские хинкали. Как их есть, готовить и с чем подавать, об этом нам расскажет бренд-шеф Антон Ивницкий. Кстати, мы сейчас находимся в хинкальной лавке. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. В Ульяновске есть уже много заведений с грузинской кухней. Как вы и ваша команда решились открыть еще одно? Ну, здесь, наверное, веяние бизнеса, веяние спроса, наше собственное желание. И обстоятельства сложились, что наша грузинская кухня стартанула с федерации, с ресторана «Лазани». Нам предложили этот ресторан, он был уже с историей. Там местные жители знают этот ресторан «Лазани». Кто-то там, наверное, в нем рос постепенно. Мы это предложение приняли. Тем более тенденция на грузинскую кухню, она сейчас нарастает. Мода циклична, скажем так. И эти тенденции вернулись. И мы решили открыть «Лазани» довольно успешно. И потом… То есть «Лазани» у нас все-таки ресторан. И мы решили ближе к гостю сделать более простым форматом. И у нас родился такой формат «Хинкальная лавка», «Вах-кафе». Почему лавка? У нас здесь есть часть еще товаров из Грузии, которые мы возим, именно продуктовых, которые мы используем в своих блюдах. То есть мы не скрываем ничего. Если вам нравятся какие-то специи, мы готовы с вами поделиться, продать их. Поэтому здесь такой значок «Лавка». А есть какие-нибудь дополнительные фишечки, которыми вы привлекаете клиентов? Слушайте, наверное, у каждого нашего конкурента, наших рестораторов. Это качество, сервис, атмосфера. Это единственные вещи, чем можно надолго зацепить гостя. Почему именно «Хинкали»? Вы на них делаете акцент? В Грузию. В Грузию, если вы приедете, будет два блюда, которых вам скажут 100%, которых необходимо попробовать. Это «Хинкали» и «Аджарская хачапури». Естественно, кухня большая, список широкий, но «Хинкали» и «Хачапури» такие столпы, на которых, скажем так, вспоминается грузинская кухня. Тем более у «Хинкали» большая история, на самом деле. Чем «Хинкали» выигрывают у мантов и пельменей? Помимо сходств, что тесто и мясо, больше никаких сходств нет. Совершенно разный продукт. Наши пельмени, все знают, что у нас там такое... Все для сытости. Тесто более толстое, нет бульона и пельмени. Там у нас тоже у всех разные. Манты – это немножко другая история. «Хинкали» – это совершенно другой продукт «Хинкали». Это история, где в нашем случае тесто не служит едой, тесто служит больше оболочкой. Где есть фарш и есть тут же бульон и он же соус. Начинка – это душа каждой «Хинкальки». Расскажите, пожалуйста, какая Ваша любимая? По настроению. Я вот честно, у меня нет того, что я люблю одну «Хинкали». По настроению. У нас большой выбор «Хинкали». У нас есть классические, как и в Грузии. Ну, они... То есть, на самом деле, есть «Хинкали». Сейчас чуть-чуть отступлю, если можно, да, расскажу. Есть «Хинкали», которые зародились. Там есть несколько версий. Одна из версий, что «Хинкали» появились, зародились в 17 веке при войне Грузии с перцами. Естественно, что на поле боя было много раненых. И людям было тяжело есть. То есть, ранен там руку, шею или еще там какие-то повреждения. Тяжело было есть тяжелую пищу двумя руками. И поэтому были придуманы женщинами, там, поварами «Хинкали», которые... Где было тесто сытное, где была баранина, был лук, чеснок и вода в виде бульона. То есть, скажем так, воин мог одной рукой откусить, выпить питательный бульон, который он ставил на ноги. Лук, чеснок был таким антисептиком. Ну и баранина жирная, которая очень питательная была. То есть и суп, и мясо, и хлеб в одном поконе, да? Все вместе. Вот одна из версий. Вторая версия, что это все-таки были такие... Кочевники. Ну, в Грузии же была такая там путь. Не помню, там, Шелково или какой-то там был. Один из участков, да? Один из участков, да. И влияние кочевников в Китае, Монголии и Индии. Я тоже тут. Какая версия, думаю, каждый сам выберет. Правда, мы не узнаем. То есть это эклектика, это все народы внесли вклад, да? Ну, я думаю, да, в Грузии вообще в этом плане очень многогранно. Там все от каждого народа что-то есть. Вот. И то есть первые хинкалии там не было ни зелени, ни специй. Сейчас, естественно, что в самой Грузии есть уже и зелень, и специи. Но они уже называются там калакури. И мы больше здесь, если браться за основу, мы уже делаем тоже калакури. У нас все хинкалии с зеленью, со специями. Уже на сегодняшний манер на наш пуст докручены. Я слышал, даже сладкие есть и с тыквой, например. Да, да, тут сейчас фантазия поваров, шеф-поваров безгранична. Это тоже такой же инструмент привлечь гостей. Есть название, если мы там уже говорим о привлекании гостей в бизнесе, есть название хинкали, на которое гость идет. Надо сделать вкусный начин. Я на самом деле не вижу ничего страшного. У нас есть хинкали с вишней, очень популярный в летний сезон. Ничего в этом страшного нет, гости очень любят. Как вареньки получается, да? Да, по сути, как вареньки, немножко другое тесто. А вы больше классические любите? Я больше все-таки люблю там калакури, скажем так, городские, как их называют в Тбилиси. Это свинина, говядина. Больше к нашему, вот как раз к нашей полосе, да? А какие у вас чаще всего заказывают? На самом деле вот городские, топы продаж и с курицей. Почему-то баранина и говядина немножко уступают. Но у нас большой проход в хинкали, мы вместе с продаем. В данном месте в хинкальной в районе там 6 тысяч. В Валазане это там в районе 9-10 тысяч в месяц хинкали. Хинкали все вручную у нас крутятся. И хинкальщики, а точнее мехикле их называют в Грузии. Это повара, который лепит хинкали. Такой продукт, который готовится только вручную, только из-под ножа. Невозможно сделать заготовки, как бы мы ни хотели. Я очень долго прорабатывал и в шокерах, и в азотах, и что-то делать. Это совершенно иное качество. Поэтому у нас только вручную вы заказываете хинкали. У нас есть фарш, у нас есть тесто. Мы там сейчас дальше с вами увидели процесс, сами поучаствуете. Это готовится вручную. Поэтому душа в каждой хинкали есть 100%. Ой, как замечательно. А какой соус может по-настоящему раскрыть вкус? Мне, например, красный аджик нравится очень. Ну, по мне, самый лучший соус это никакой. Потому что в хинкали уже есть соус. Это бульон, пряные специи, зелень. Но каждый, конечно, для себя может выбрать то, что по душе. Поострее аджика, сливочный соус. Здесь кто на что как гораст, кому что нравится. Но я все-таки рекомендую хинкали пробовать, в каком они есть в виде первозданных. Потому что вот этот бульон, насыщенность, ароматика не хочется перебивать. Антон, расскажите, где вы и ваши повара учились готовить хинкали? Вы ездили на их родину? Да, конечно, мы когда планировали открыть вообще грузинскую историю, мы с нашей командой поехали в Белиси. Поехали с целью найти классический рецепт, настоящий. Просто его, скажем так, выпросить, приехать и сделать. Мы когда туда приехали, сразу наши все иллюзии рассеялись. Потому что нет в Грузии одного рецепта хинкали. Это как у нас борщом. У каждой хозяйки свой рецепт, свои фишечки, свои какие-то тонкости. Мы перепробовали огромное количество хинкали. Там мы поняли, я для себя определил, что мы хотим, какой должен быть у нас. После приезда мы отправили шефа и поваров к нашему другу в ресторан, где они изучали технику, специи, колорит грузинский. Мы еще в течение месяца, перед открытием, отрабатывали хинкали. Мы на хинкали очень застопорились. Мне сначала тесто не нравилось, фарш не нравился. На самом деле мы очень много с тестом проработали. Я хотел, чтобы тесто было тонкое, не было начинкой, а чтобы было только оболочкой. Так как там много бульона, я очень хотел, чтобы было много бульона, чтобы это было как минимум 2 глотка. И такую массу надо держать. И здесь такой забор у нас встал, скажем так. Должно было быть эластичное, кругое тесто, но тонкое. Вот мы месяц потратили, докрутили. И также, переработав много продуктов, мы пришли к тому, что мы специи привозим и большую часть товара только из Грузии. Невозможно сделать хинкали качественные и хорошие на наших специях, которые привозят нам в Россию, которые есть, например, в нашей локации. Поэтому мы привозим только из Грузии. Кстати, я вот пробовала хинкали с грибами, а там совсем нет бульона. То есть они вообще похожи как-то на другое совершенно блюдо, может быть, на большой пельмень с грибами, ну и со специями. Да, здесь специфика, что есть, как вообще появляется бульон. Если брать хинкали классический, то есть это фарш. Причем изначально вообще в Грузии правильно говорили, что фарш рубят ножами. Два ножа, и обязательно вот в этом тоже своя изюминка рубить фарш. Но так как мы уже в ресторане, у нас есть рамки скорости, у нас есть рамки стандартов, у нас стоит делать мясорубка на крупном ноже, такая, по сути, своя рубка. Вот. Вы смешиваете это с водой, и при варке в закрытом мешочке у вас получается бульон наваривается. В плане с грибами, с картофелем, с той же вишней, с сыром, это сделать невозможно. Грибов с бульон не получится. Поэтому дали просто хинкали с начинкой. Немножко другая история, их нельзя уже назвать хинкали. Это уже европеизация идет, да? Это уже то, что мы сделали. Здесь уже такое видение, скажем, спроса для гостя, то, что мы даем, чтобы гость хотел видеть. Главное, не делайте хинкали со вкусом пиццы, например. Хорошая идея, подумать об этом. Я очень хочу научиться готовить хинкали вместе с вашей командой. И сейчас мы переходим к самой вкусной рубрике нашей передачи, к мастер-классу от шефа. Знакомьтесь, это Эльмир Салихов, сушев заведения. Сейчас мы будем готовить что? Хинкали сегодня горят. Замечательно, что нам для этого понадобится? Мука, ну уже готовое тесто. Тесто состоит из муки, вода, соль. Больше ничего не нужно? Никаких дрожжей там добавок, да? Больше ничего нет, бездрожжевое тесто, да. Изначально мы тесто готовим, замешиваем тесто в большое тесто раскатки, в тесто-месильной машине. Затем прогоняем через большую тесто раскатку и также через маленькую. В итоге у нас должен получиться вот такой рулон. А дома такое можно сделать? Да, конечно, но только придется побольше воды добавлять, так как хинкали делаются, тесто должно быть твердое. А хозяюшка, наверное, весь день будет трудиться над этим тестом, да? Да, если вручную, будет сложно. Все понятно. Что мы делаем с тестом? Сейчас мы отрезаем, так сказать, порции теста. Где-то полтора-два сантиметра у нас порция, да, получается? Сейчас я расскажу зрителям, вот такой вот рулетик должен получиться. Ну, где-то два сантиметра. Так, воду обратно. Все, у нас заготовки готовы. Прогоняем через маленькую тесто раскатку. То есть мы делаем лепешки. Кстати, перчатки мы сегодня не надеваем, потому что блюдо будет проходить с термической обработкой. Так что все в порядке, не переживайте. Дома работа с калкой будет, да? Да. Нет. Кстати, это тесто любит прилипать или нет? Нет. Если добавлять слишком много воды, оно получится жидковатое, то да. Но если делать дома, это будет удобнее. Ну, оно такое упругое получилось. Да, это по правилам, как по технологии. Берем фарш. Фарш у нас что сейчас, кроме свинины и говядины? На данный момент? Да. Свинина, говядина, вода и специи грузинские. Сколько здесь массы фарша получается? Килограмм где-то, да? Или меньше? Нет, если делать... Ну, если дома делать, то можно, да, килограмм, грубо говоря, говядины, и также 500-400 фарши. Угу, сольки сколько, перчик? Ну, это все зависит от уже по вкусу. Это по вкусу, да? Да, сами как-то. А мускатный орех можно добавлять, или ты уже не поправил? Не знаю, честно, не пробовали. Кинзу я там вижу. Кинза, зелень, да. Ну, все. Кстати, много кто ее не любит, можно чем-нибудь заменить? Я тоже ее не люблю, это как-то... Ну, конечно, любая зелень придет. Можно вообще без зелени. Так. У каждого свой вкус. Выкладываем начинку. На серединку, да? На серединку, да. Давайте я тоже приступлю. Да, конечно, берите. Начинки. Сколько хотите. А я люблю много, чтобы мясо было. Вот еще по ложечке, хорошо? Хорошо. Вам вовремя остановиться. Берем и заворачиваем. Опа. Да, 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 первое. Делаем не внахлёст, чтобы, грубо говоря, вот этот... Знаете, здесь что-то общее с шитьем, а с шитьем я не дружу. Поэтому у меня будет фантазийный хинкаль. Но я надеюсь вкусный. Первым блинком вот у меня уже порвался. А вы сами любите с какой больше начинкой? С бараниной. А я тоже больше всего люблю с бараниной. Они такие сытные, сочные. У меня бульон рвется наружу. Это нормально. Сейчас я еще раз покажу. Он некрасивый получился. Нормально. Главное, чтобы было вкусно. Он еще не герметичный, судя по всему. Ну, в принципе, если с детства учишься у мамы где-нибудь в Грузии готовить, там уже они филигранные получаются. Да, конечно, они там уже с рождением. Так это надо срезать, да? Да нет, это уже не получится. Кстати, это нелегкая задача слепить красивый, архитектурный, эстетичный хинкаль. Главное, когда закручивается, не дарите на начинку. Я начинку сейчас стараюсь не трогать. Да, да, да. Как вы относитесь к сладким хинкалям? К примеру, таким, как вишня. Вишня, да, тыква, например. Ну, с тыквой я один раз только пробовал. Ну, я вообще тыкву с детства не люблю. Ну, а так это на любителя. Можно также с творогом, но это уже с картошкой, с грибами. Эльмир, мне кажется, хинкали это немного не мое. Я больше люблю их употреблять, нежели готовиться. Сделаем времени. Кстати, а вы едите пенечки или нет, или оставляете? Нет, пенечки мы не едим. Почему? Потому что тесто не успевает провариться до конца. Вот, это как бы, ну, чисто, чтобы за что было браться и есть хинкаль. У меня есть много знакомых, которые любят обмакивать в соус, во вкусный, в чесночный, в аджику, например. Если честно, я и сама так делаю. Да? Да. Чувствуете разницу? Я и тоже чувствую. Сейчас попробуем без бульона, так вам проще будет. Давайте, поехали. Расскажите о вашей учебе. Это именно по этому предмету. По лепке хинкаль? Да, по грузинской кухне. Что там самого интересного у нас было. Да. И сложного. Потому что, например, для меня сейчас сложно просиловать и возникновать. Хинкаль лепить я учился долго. Наверное, месяц я не мог. Ну, я понимал как, но почему-то у меня не получалось. Ну, в течение месяца, наверное, потом уже делаю время и привычку. Кстати, есть у вас парочка советов нашим хозяйкам? Как бы можно облегчить процесс, чтобы дома обрадовать своих близких вкусным, настоящим хинкалем, а не вариацию на эту тему, например? Единственное, что делать в тесте, делать тесто более мягче. Как можно сделать мягче тесто? Побольше воды. Больше воды. Никаких там примесей не нужно? Там сода, разрыхлитель, ничего такого не надо? Нет, нет, нет. Вода, соль, мука. Сегодня мы с каким будем пробовать вот эти вот хинкаль чудесные? С каким хотите. А какой вы рекомендуете? К социбели. К социбели. А красная джика у вас есть? Есть. Есть зеленая джика. А какая стрель? Красная. Вот это мой вариант как раз. Начинаем варить? Заранее в кипяченой воде, да? Да, вода. В воде у нас что находится сейчас? Луковица, соль? Нет, вода, соль. Вода, соль. А сколько нужно соли примерно? Подсоленная вода была? Чтобы подсоленная вода была, да. То есть, как бы пограммать не обязательно. Ну, как и все мясо-тестовые изделия, да, получается. Хорошо. Они такие увесистые, опасные. Брызгаются? Да. 8-9 минут. На среднем огоньке? Нет, на максимум. Вода должна кипеть постоянно. Бурлить. То есть, да? Да, да, да. Если тесто у вас получилось толстовато, то можно 10-11 минут варить. Если начинки тоже у вас, например, много, чтобы она проварилась тоже побольше по времени. Замечательно. Кстати, а вы замечали, вот вы же выходите в зал, например, да, во время смены, вы замечаете, что люди неправильно едят хинкали? Да. Там отламывают пенек, там разрывают хинкалю. Да, да, да. Весились с такими вилками, с приборами пользуются. Как вы к этому относитесь? Вас это раздражает или вы так сходите? Нет, почему? Иногда, ну, как по незнанке, бывает. Самое ужасное, это когда есть хинкали, вытекает бульон. У меня у самой так не раз было, вот так берешь такую сочную кешь и все, и бульона нет, особенно зимой, когда хочется, чтобы с супом все было. Ну, сначала мы делаем надкус, потом выпиваем весь бульон, только аккуратно, потому что горячий, а потом уже продолжаем есть. Ваш бренд-шеф говорит, что вообще без соуса надо есть. Ну, соус к ним не обязательно, это как бы уже дополнительно, чтобы получить какой-то вкусовой, так скажем, гастрономичный оргазм. Так, теперь пришло время доставать наших красавчиков. Прошло у нас 9 минут. Так, первый пошел. Третий на подходе. Как же без четвертого? Замечательный. Так, вот наши хинкали готовы, осталось их засервировать, чтобы было красиво и аппетитно выглядело. Так, мы их ставим на широкую часть, да? Да. Получается, берем их за хвост. Да, да. Берем за хвост. И аккуратно. Опа! И как раз ставим их на юбочку, получается. Так, вот такие. Так, горчица аджика, она прям так должна стоять, да? Так, это у нас что за специи? Перец красный, дробленый. Острый. Красный, дробленый, он здесь даже с зернами. А зерна для чего, кстати? Они придают аромат или вкус, остринку какую-нибудь? Ага, остринку. Давайте перчика побольше добавим, я прям постреливаю. И так наряднее, кстати. Так. Гранат? Гранат. Гранат у нас обычно как в классической версии. Произвольный. Произвольный, да. Ой, как красиво. Так, гранат-2 убежал у меня. Зернышко. Ну, я думаю, это не страшно. И листья кинзы. Получилось очень красиво. А листья куда бы вы добавили? Тоже произвольно. Тоже произвольно, давайте. Художественный беспорядок устроим. Как нарядно, получилось на елочку похоже, между прочим. Все, кинкаль готова. Великолепно. Ну что ж, наши грузинские красавцы готовы. Что я вам могу сказать? Хинкали надо есть с чувством и в хорошей компании. Для вас старались. Эльмир Салихов, сушев заведения. И я, Виктория Черкова. Ешьте вкусно и с удовольствием. Увидимся на кухне. Субтитры создавал DimaTorzok